Радостным событием запомнится 19 февраля верующим петропавловцам. В этот день состоялось открытие крестильного храма в честь священномученика Мефодия. В присутствии прихожан владыка Владимир, епископ Петропавловский и Булаевский осветил самый большой колокол храма. А честь перерезать красную ленту предоставили Акиму области Ерику Султанову. Подробности далее. Новый храм видно издалека. На солнце его купол красиво играет золотом. У входа собираются верующие. 19 февраля североказахстанским православным христианам запомнится как один из самых радостных и важных дней. Чтобы подкурвы ездили, то маленькую. А сейчас мы рядом будем чаще ходить, молиться Богу. Разделил радость события с прихожанами Акиму области Ерик Султанов. Глава региона поздравил их с открытием нового крестильного храма. Православное христианство многие годы играет важную роль при умножении исторического и культурного наследия нашего государства. Уверен, открытие храма несет еще один большой вклад в будущее родного края, в его культуру, в духовную основу. И во многом послужит хорошим будущим для воспитания нашей молодежи. Возведение святыни стало возможным благодаря неравнодушным верующим, которые пожертвовали свои сбережения на строительство. Епископ Петропавловский и Булаевский Владимир награждает их церковными грамотами, медалями и орденами. А еще сегодня храм обретает свой голос. Самый большой его колокол осветил владыка. Звон разносится по всей округе. Время перерезать красную ленту. Ножницы для памятного ритуала передают Ерику Султанову. И вот двери крестильного храма открыты для прихожан. Его настоятель, отец Сергий, поведал историю возрождения святыни. Оказывается, раньше на этом месте был железнодорожный храм в честь равноапостольной Марии Магдалины. Однако с приходом советской власти его разрушили. Четыре года назад собор решили восстановить. Мы решили пойти по пути к московскому. Святейший патриарх Кирилл создал программу 200 храмов шаговой доступности. И там, когда строится большой храм, ставится рядом маленький храмик, в котором начинается богослужение. И вот мы решили построить маленький храм. Тем более, что у нас уже 15 лет, как не было еще храма в честь вновь канонизованного священномученика Петропавловского Мефодия. Это полноценный православный храм, литургия, исповедь, причастие, крещение, венчание, отпевание. Для прихожан предусмотрены все таинства богослужения. Поражает и внутреннее убранство – свечи, лики, святых на иконах цветы. Это его норма. Ума человеческого – стремиться к истине. К истине – значит к Богу. И поэтому сегодня большая радость такая не только для тех, кто в православии, но и для всех нас, жителей города Петропавловска и его окрестностей. А вот строительство собора Марии Магдалины пока отложили. Александра Салмина, Тимур Рахматуллин. Новости МТРК.